Лучше прогнозировать доходы меньше, а получить больше. Но ведь, имея деньги, ими нужно еще и уметь распорядиться. Три триллиона не нашли на что применить. У нас что, господа финансисты, все проблемы решены? Деятельность Министерства финансов практически не регулируется. А был бы домострой, так каждую бюджетную копеечку не только бы считали, но и пускали на благое дело. Ошибки правительства носят системный характер. И загоняют страну все глубже в кризис. А если работник нерадивый, или хуже того, вороватый, то что с ним делают? Правильно, увольняют. Здравствуй, это программа для понимания того, что происходит, будет или может происходить, и как это скажется на каждом из нас и на стране в целом. Надысь, лидер одной из политических партий, не буду называть, сами догадаетесь, предложил ввести в нашу жизнь некоторые правила домостроя. Напомню, книга, называемая «Домострой», содержит в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину, мужу и жене, детям, слугам и служанкам. По мне, так это полный анахронизм, хотя кое-какие полезные советы из нее можно взять. Например, как ввести семейный бюджет. Или федеральный. А что, если наши горе-экономисты по-другому не умеют? Ни по Адаму Смиту, ни по Самуэльсину, ни по академику Аганбегяну. Да что там академики с их академическими учениями? Брали бы пример хотя бы с Алексея Николаевича Косыгина. При всех недостатках советской экономической системы он, будучи премьер-министром СССР с 1946 по 1980 год, и денежки народные умел считать, и разумно их тратить. Чего о наших нынешних министрах не скажешь. Я вот о чем. На днях правительство представило в Госдуму проект закона об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Для понимания, верстался тот бюджет еще до всякой пандемии. Цены на нефть были стабильными. Кстати, в бюджете средняя цена черного золота была обозначена на уровне 41 доллар за баррель. По факту еще выше. Но Минфин даже при таких показателях заложил дефицит бюджета аж в 2,7 триллиона рублей. А в итоге доходов собрали больше, на 1,4 триллиона рублей. С какого перепуга тогда правительство планировало дефицитный бюджет, спрашивается? Подстраховались или считать не умеют? Я склоняюсь к последнему. А какой еще можно из этого сделать вывод? Ну ладно, я могу согласиться с тем, что лучше прогнозировать доходы меньше, а получить больше. Но ведь имея деньги, ими нужно еще и уметь распорядиться. А вот с этим в ведомстве господина Силуанова совсем плохо. Остатки на счетах федерального казначейства по итогам 2020 года составили более 3 триллионов рублей. Нехило, да? 3 триллиона не нашли на что применить. У нас что, господа финансисты, все проблемы решены? Бюджетники как сыр в масле. Пенсионеры шикуют на ривьерах. Да нет, конечно. А тогда в чем дело? А дело в том, что при попустительстве фракции большинства в Государственной Думе, как прошлого, так и нынешнего, кстати, созыва, деятельность Министерства финансов практически не регулируется. Не подконтрольно оно, это важнейшее для страны министерство, никому. Разве это нормально? А был бы домострой, так каждую бюджетную копеечку не только бы считали, но и пускали на благое дело. На повышение зарплат и пенсии, например. Но, увы, такого закона у нас в стране пока нет. Получается тогда, что проект бюджета – это некая ничего не значащая бумага, на которую мы, депутаты Госдумы, во время исполнения бюджета практически не можем повлиять. Мне представляется, что если бы была норма, которая позволяла бы заранее, при принятии, например, сейчас бюджета на 2022 год и последующие два года, спрогнозировать, что если вдруг окажется, что доходов больше, заранее указать правительству, на что можно тратить эти деньги. Например, на индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Считает лидер думской фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. Фракция выступает против принятия законопроектов об исполнении федерального бюджета за 2020 год и бюджетов трех фондов – пенсионного, фонда социального страхования и фонда обязательного медицинского страхования. Я считаю эту позицию правильной. Ошибки правительства носят системный характер и загоняют страну все глубже в кризис. Недаром справедливороссы настаивают на отставке министра финансов Антона Силуанова. Госказна пухнет от денег, но правительство продолжает издеваться над народом, загоняя его в нищету. Ну ладно, мы привыкли, что на народ правительству плевать. Но ведь оно к тому же саботирует указы президента. А он, напомню, назвал главным нашим врагом не Штаты и уж тем более не Украину, а бедность. С ней надо бороться. Но боюсь, что с такими горе-финансистами бедность мы не поборем. А может, нам и правда вернуть домострой? В нем, по крайней мере, даны неплохие советы и наставления по всем направлениям жизни человека и семьи, включая общественные, семейные и хозяйственные вопросы. И по домострою, да и просто по логике, чиновники – это слуги народа, нанятые для добросовестного исполнения своих обязанностей. А если работник нерадивый или, хуже того, вороватый, то что с ним делают? Правильно, увольняют и выпирают в зашей. Что с Силуановым и его приспешниками сделать бы и надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова